Здоровая жизнь и профилактика захворывания. С каждым годом все больше людей им кнутся больше уваги надавать властному здоровью. В этом им допомогают разные организации. Например, Гомельский областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья сейчас реализует три проекта. Подробности в следующем материале. Гомельский областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья все лет реализует три областные профилактические проекты. Один из них – «Здоровые поводины. Мой выбор». Задача – научить детей и подлетку вести здоровый ладжитян. Менавито такую мыту огучивают работники центра «Болета». Сярод детей и подлетка у региона зарегистровано амаль 18 тысяч выпадков травмов и отручваний. Так само выявляются факты уживания алкогольных и наркотичных речевов. Подчас проведения акций об Ешкоде нагадывают. Олег Центробец на пропаганде здорового ладжитян на конкретных прикладах. С детьми проводим, младшими школьниками, мы проводим как игровые занятия. Со старшими там уже больше такая информационная встреча, с демонстрацией фильмов, тренингами какие-то с психологом. Ну а со средними школьниками тоже по ситуации. Они, кстати, тоже любят играть. И можем такие какие-то интеллектуальные игры, эрудиты игры. То есть, ну не детские, а эрудиты игры. Очень хорошо, потому что в такой форме они не то что даже лучше запоминают. Им это интересно, и они вовлекаются, и где-то больше доверяют, наверное. Другий проект – своечасовая профилактика хвороба у системы кровозвороту «Залог здоровья». У межах акций информационная консультативная группа наведала Брагин и Агрогородок Чамярысы. Под час акций жахары населенных пунктов могли не только отримать информацию, али и без записи проконсультоваться у медиков, сдать необходные анализы, сделать ЭКГ и флюорографию. А пушный проект – «Клопот про здоровье сенья» – активная долголетция завтра. С насильницем Мазырских районов специалисты провели работу по профилактике поводинских факторов рызыки, які уплываются на возникнение захворваний. У программе «Психологичный тренинг и анкетование. Диагностика эмоционального стану». Это очень востребовано на селе, поэтому мы обязательно выезжаем. Допустим, мы были в Брагин, мы сначала были в Чемирисах на базе селя сполкома, проводили акцию, а потом ехали в Брагин, и там уже на базе гостиницы. Выбираем места разные, то есть мы в зависимости от района подходим индивидуально. Мы организовываем и, допустим, на базе самого селя сполкома мы проводили в Чемирисах. Очень хорошо было и востребовано, и люди дадутся. Ну, не на словах нас благодаря, мы пока еще форму какую-то такую не придумывали, как это. Сколько месяцев посчитайте, с марта по декабрь. Одна акция, один выезд. Задействованы все районы, не только ближние, но и дальние. И лельчицы есть. Проекты будут тяжитяуляться до конца года. Кожный месяц будет просвечена одной конкретной проблеме – от алкоголизма до суицида. Красавик просвятили отмове от курения, май проблеме наркомании. Подход комплексный в проекте принимают удел волеологи, наркологи, психологи и психиатры. Варианта у реализации так само некольки. По-перше, у Гомеля будут распрацовываться и накироваться у районы методичные рекомендации. Мясцевые медики будут их выкорастовывать подчас наведывания научных установ. А у наибольш проблемные регионы будут выезжать представники областных организаций. Вероника Гамзюкова, Олеса Рузянкова, Валерий Гапанько. Телерадиокампания «Гомель».